Ребятки, салют еще раз. В общем, мы сейчас на Тавриде. Таврида официально... Что-то не достроилось, да? Ответа. Официально, да, открыли там. Что-то проехался президент на ней. Мы вот едем, но... Я видел недостроенный участок, наверное. Какое-то это... Ответвление Таврида, походу. Не знаю. Мы едем с запада Крыма. Едем сейчас в сторону материка. Держим путь туда. Но перед этим мы хотим заехать на Белые скалы. Поселок Белая скала. Мы там уже были. Выпуски есть, ссылочку вот прикреплю. Но там сейчас проходит фестиваль воздушных шаров. А нет, тут и кончится. Короче, там был фестиваль воздушных шаров. Но там до сих пор летают. Не каждый день, не каждое утро. Вот мы сейчас списываемся, пока едем с аккаунтом, чтобы спросить у них, будет ли завтра. Если будет, то мы заезжаем на Белую скалу. Там, в Палаточном городке, мы ночуем, утром снимаем потрясающий контент. Едем дальше. Ну а вы с нами. Давайте я покажу вам Тавриду. Мы туда ехали. Она была чуть другой, потому что были недостройки. Кто смотрел, возможно, помните, что я говорил, что Яндекс.Навигатор он обманывает. Он показывает кирпичи, а это не кирпичи, это реконструкция. Вообще он вел не по Тавриде, нас на запад Крыма, а по... Через север Крыма. Хотя мы рискнули, поехали так. В итоге добрались, все нормально. Просто начали реконструкции. Сейчас все нормально. Давайте смотреть. Приятный новый асфальт. Это мы сейчас объезжаем стороной Симферополь. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Хорошее дорожное покрытие, ничего не придраться. Стоят отбойнички, где нужны стоят звуковые отбойники. Заправок дальше, по-моему, на ней нет. Посмотрите, предыдущий выпуск про Тавриду, ссылочка будет в описании. Нам рассказывали подробно, когда она еще чуть-чуть строилась. Это было в июле. Сейчас 1 сентября. Мы едем обратно на Материф. Для тех, кто впервые попал на наш канал, хочу вам немножко рассказать. Мы в этом году поехали в Крым, чтобы проехать его с палаткой. И у нас это получилось. Мы его обколесили вдоль и поперек, причем несколько раз возвращались на запад. Там самое кайфовое море. Нам прям зашло в Крымские Мальдивы. Увидели все Крымские Мальдивы. Это там Штромовые, Поповки, Мирный, Оленивка. Ну и что еще там было у нас по пути? Это Сабеля. Сабеля Уус. В общем, все-все, что можно было. Мы все проехали, везде побывали. Смотрите все в выпуске, как все есть на канале, в плейлисте «Бомжуем в Крыму». Ну а сейчас мы едем на Патерик просто решать, что нам делать. Поэтому подпишитесь на канал. У нас хорошие выпуски, работаем над контентом. Это не просто блог. После всего нашего путешествия будет большой выпуск. Большое автопутешествие по Крыму. Поэтому стоит подписаться, нажать на колокольчик, чтобы его не пропустить. Какие красивые картинки. Это все оттуда, это фестиваль, это блюдо-арт. У меня уже на вход надо. Вы, наверное, сейчас видели этот кармашек. На Тавриде достаточно мест, где можно вот так вот заехать в кармашек и отдохнуть. Там есть туалеты, есть небольшие эстакады, где можно там починить машину, если у вас на дороге что-то произошло. Да, мы двигаемся на Белогорск, по указателям. Вот идет оттепление на Симферополь. Постоянно путаю Симферополь-Севастополь, а мы едем в Белогорск. Да, вот стоят знаки, все хорошо. Есть уже разметка, свеженькая, очень приятно ехать. Пока новая трасса, да, это всегда приятно. Как будет дальше, говорится, посмотрим. Мы туда ехали, я не заметил никаких камер, чтобы здесь были. Обратно едем, я пока вот тоже не вижу никаких камер. Вот трасса Таврида открыта, видели, да, вывеску? Вот она официально открыта, и тут же мы втюхиваемся, втюхиваемся, что весят, вешают солнечные панели и создают аварийную ситуацию, конечно. Не очень здорово. На Керчином сто девяносто восемь километров, да, Белогорска, тридцать. Как говорится, почти приехали. А для тех, кто не знает, Таврида, это трасса, которая начинается, она начинается еще с материка. Это Крымский мост, она проходит, получается, над Керчью, там, Астакада. И дальше идет в обход Симферополя и идет в Сивостополь. И там, как бы, соответственно, она заканчивается. Тут еще, видимо, что-то копают, что-то строят, возможно, какая-то развязка в дальнейшем будет. А может, кто-то просто где-то что-то делает. Ребята, короче, мы заехали до Белой Скалы. Вот, можете увидеть, вон они, Белые Скалы, Белая Скала. Мы дело в том, что списались с этим аккаунтом, кто заведует этими всеми полетами на воздушных шарах. И нам сказали, что вы можете приехать, заночевать, либо к 6 утра подъехать, но они получают разрешение на полеты только лишь после 9 вечера, да. Поэтому, ну, смысла нет. На улице сейчас 34 градуса, вот показывают по машине, тут больше, конечно. Поэтому приняли решение ехать дальше на материк. Но мы поедем через Керчь, через остановку, поживем там, наверное, 2 дня, сделаем передышку, выпустим новые выпуски и далее уже двинемся на материк. В Керчи мы остановимся в том мини-отельчике, в котором мы останавливались, когда ехали сюда. Мы останавливались там в прошлом году, но чуть-чуть в другом, в смысле, хозяйка та же. Подсказка сейчас здесь вылезет и ссылочка будет в описании. Посмотрите, как там кайфово, там море прям во дворе. Посмотрите, кому зайдет, приезжайте. Ехать нам по Тавриде дальше. Давайте смотреть дорогу. До Феодосии нам 70, до Керчи 153. Сейчас полпятого времени, где-то часа через 3, запасом так беру, мы приедем туда. Покажу интересные какие-то места. А вот, кстати, мы сейчас объезжаем эту белую скалу, видите. Вот, потрясающее место, классная энергетика. Да, больше не хочу. Выпуск тоже в описании, посмотрите. Мы здесь останавливались, полетали, красивая съемка. Как к ней проехать, как проехать обратно. Две дороги, посмотрите, зайдите, лайком поддержите. Ребята, это очень сильная для нас поддержка. Ну, а мы двигаемся дальше по Тавриде. В принципе, на Тавриде нет ничего интересного. Ну, степи, степи, степи. По левую руку, по правую руку виднеются горы. Но они сейчас уже закончатся, как говорится, и будет нечего. Просто фокусируйтесь на дорогу. Дорога, как я говорил, уже приятная, кайфовая. Едешь спокойненько, 110, держим на круиз-контроле. Нам хватает. Вот, друзья, видите, стоят такие вагончики. Здесь продают мед. Можете остановиться, приобрести, видимо, горный мед с римских гор. Едем в Керчук. Героев кон. С нее начали. Ей не закончим. Хотя, может быть, еще и на Генерала заскочим в этом году. Есть вот такие вот комфортные развороты, сделанные, ну, пожалуй, через каждый, наверное, километров пять. Где-то так сделаны такие кармашки-разворотики. А вы пока можете написать в комментариях, Настенька, Настенька, пристегнись. Это единственный пассажир в этой машине, который сохранился. Вот они, друзья. Вот такие вот парковочки. Есть лавочки, правда, без навеса. Но можно всегда остановиться на пикничок, так называемый. Кстати, ребята, кто будет ехать по Тавриде, обращаю ваше внимание, что пока здесь стационарных камер нету, но здесь стоят вот эти треноги без предупредительных знаков, без всего. Вот я, скорее всего, одну такую поймал, потому что я ехал 115, а надо максимум 110. Вот, посмотрим, придет, как не придет. Поэтому, ну, лучше не гоняйте. Вот мы едем. Сейчас я увидел уже где-то третью, по-моему, или четвертую. А нам еще ехать и ехать. Что касается развязок, вот, развязки сделаны достаточно удобно. Есть. Нет, в виде бабочек я, кстати, почти не видел. Они, вот видите, сейчас сразу поворачиваешься, ест направо, да, и там ты уже налево или направо. То есть, во избежание, наверное, каких-то пробок. Это по-другому немножко здесь развязки сделаны, нежели классические, даже на той же М4. Просто я ошибаюсь, конечно, просто право в комментариях. Двигаемся вперед, и непонятно, что это впереди. То ли дым, то ли облачность такая. Ну, такое ощущение, что дым, да? Настя? Ну, да, вот, 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 вот. Так, с давным, вот, 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 вот. Огон в море. Опять. Опять это море. Или так солнце светит, что они какие-то красные непонятные облака. Серые. Или какие-то тычные. Крым прям военный полуостров. Техника за техникой. Включается. Ну. Да, вообще, едем, едут и едут. А, ну, куда едут? Куда на себя едешь? Павел, что ли, вау, потому что ли война началась какая-то? Ха-ха-ха. Нет, Артем. Слава богу, не началась. Павел, зачем они туда вообще едут? Я не знаю, Артем, я не знаю. Маленькая большая колонна-то. Ну, мне сейчас полуостров много, пап. Даже не приглашается, пап. Да, вообще сейчас, смотрим. Ну, больничка, пап, очень много. Так, заезжаем мы на такую вот, как раз, парковочку. Покажу вам все это дело поближе. Потому что у нас Темка хочет в туалет. Папа, я в туалет буду? Синий пойду? Да, сынок. Давай, одевай сандалии, иди. Папа, смотри, я там села. Так. Че, мне трубка дозвонила? Вот, ребята, вот так это все выглядит. Вот лавочки. Ну, я не знаю, могли бы как остановки на вес сделать, так было бы точно получше едить. Потому что, значит, так под открытым солнцем. Много-много парковочных мест для фур. Можно всегда остановиться. Артем, подожди, я с тобой пойду. И передохнуть, собственно, как мы и сделали. Слушайте, вот туалет. Даже Артемка сказал. Что ты сказал? Чистый. Чистый, друзья, чистый. Действительно чистый туалет. Убирают, заливают это средство. Запахов даже нет. Ничего не это. Жастливо. Ладно, друзья, все, мы едем дальше. Ну-го. Тут парковки есть с этой полосами разгона. Достаточно длинная. Нам осталось ехать до Керчи 15 километров. Мы в нее заезжать не будем, а, по-моему, там, когда мы уходим в сторону Геройске. А на мойку? Так, значит, развязка Керчь направо, Анапа прямо. Мы уходим вот сюда нас ест. Почему-то. Значит, видимо, мы все-таки в Керчь заскочим. Так вот. Вон она уже, Керчь виднеется. Так, вот, и дальше едем прямо по указателю Керчь. Так, сколько нам там осталось? Тара-и-ра-ра-ра-ра. Так. Ну, почти 3 километра, да, 2800 до Керчи. Порт Крым, 2100. И вот, друзья, начинается Керчь. Заправка. А там 95-й, 51-79, Стелла Керчь. Вы ее уже видели в первых наших выпусках. Немножко горная местность. Все, мы в Керчи. Ура! Так, сейчас основная задача найти нам автомойку, чтобы помыть машину. Я как лучше сильно заложила. И у меня. Да? Что тогда все снимают? Вообще. Так, ребята, вот они, знакомые места. Мы заехали, еще помыли машину. Ну, подъезжаем. Ребята, сегодня снимать больше не буду. Сниму завтра. А что там очень сильно? Мы куда-то едем. Под устали. Поэтому до утра. И вот, заезжаем на территорию. Вот сюда вот. Так, ворота закрыты. Ну, ладно, мы сейчас откроем, как говорится. Ничего. Все, друзья, спокойной ночи. Так, друзья. Мы остановились в Керчи. В этом же отельчике. Только живем теперь вот в этом номере. Мы жили вон в том. Нас заселили в этот. Сделали здесь паузу на две ночи. Завтра продолжаем наш путь. Море по-прежнему то же самое. Здесь сделали такой небольшой дворик. Хозяева продолжают улучшать. В следующем году здесь планируют они построить уже полноценную кухню. Сделать игровую зону. Улучшить пляж. Чтобы даже волна сюда не била. В общем, у них запал хороший. Хозяйка, я говорил, в том выпуске. Она великолепная. Зачастую можно вообще не сомневаться. Здесь прям все вот так вот. Русскими словами, кстати, вылезано. Вот, мы передохнули. Так сказать, снова перезарядились. Поехали, друзья, дальше.